Привет, это Дима. На прошлой неделе сторона защиты начала представление доказательств. В суде выступили эксперты, объявившие абсурдность обвинения, и четверо свидетелей. Был невероятно рад увидеться с вами после долгого перерыва. Завтра мы продолжим слушать свидетелей защиты. С самого начала заключения мне везет с символизмом. Меня уже судили в день победы, в день начала мобилизации, этапировали в СИЗО в день России. Вот и ближайшее заседание выпадает на немаловажную дату, годовщину. Два года назад, 18 января 1921 года, в Россию вернулся и был задержан Алексей Навальный. За его арестом последователи масштабные протесты, ознавивавшиеся самым массовым в новейшей истории России задержаниями, разгромом в сети региональных штабов и первой волной новой эмиграции. События тех дней глубоко отметились в моей памяти. ОМОН во Внуково, встреча в Шереметьево, суд в Химковском отделении полиции, закрытые станции метро, отцепленные районы, побоище на улицах Москвы и стихийный лагерь Сахарова. Тогда казалось, что все маски сброшены, и больше нас уже нечем шокировать. Знали бы мы, что произойдет через год. На обратной дороге с предыдущего заседания я посвящал экс-координатора штаба Навального в Барнауле, Вадима Астанина. Хотя штаб прекратил свою деятельность сразу после запрета, а Вадим оказался в тюрьме. Просто за то, что захотел, как и Алексей, жить на родине. Свободу Алексею Навальному, свободу полициключенным и до скорой встречи. Читал это письмо, вспоминал Диму, вспоминал горечь мою, которую я всегда испытываю, когда его вспоминаю, горечь от того, что он совсем молодой парень, он только на взлете своей жизни, на взлете своей карьеры, может быть, наверняка он математик, хорошо учится, и он оказался в тюрьме. И ощущение, что я пытался, моя организация пыталась его защищать. И главное, что я ему говорил, Дима, остановись. Дима, так сказать, вот дальше так нельзя. Вот это некий предел, под которым ты не должен переходить. Но, видимо, как бы он сам знает, что для него важнее. Вот карьера математика или же вот защита, последовательная защита прав студентов, прав потом политических заключенных, и право быть, хоть я странно сейчас выражусь, и право быть политическим заключенным в России в этот период. Он это право завоевал, можно сказать. Я должен сказать, что это последовательное. Бывают люди, которые случайно, совершив какой-то поступок, становятся политическим заключенным. Он шел к этому шаг за шагом, последовательно. Его можно сравнить, вот приводит, например, Навального, что Навальный добровольно, понимая, что его посадят, вернулся в Россию, и совершил, я бы сказал, героический поступок. Я так всегда говорю про Навального. И Дима последовательно, шаг за шагом этим занимался, понимаешь, его посадят. Поэтому, а Дима мой внук по возрасту, и поэтому в этом смысле горечь у меня не уменьшается. Надо, конечно, ребятам писать, буду стараться это делать, но, честно говоря, времени не хватает. Редактор субтитров А.Семкин